Привет, решил поговорить о матче Оренбург-Факел, который завершился победой Факела со счетом 2-1. Ну и Факел таким образом покинул зону вылета и зону стыков также. Там все плотно, Факел пока на 12 месте с 12 уже очками. Результат, конечно, великолепный, потому что в целом, конечно, если брать игру, Факел на победу даже близко не наиграл. Потому что мне второй тайм не понравился от слова совсем. Тут просто, ребят, единственное, что можно радовать, что взяли 3 очка. А так, первый тайм, да, Факел достаточно хорошо играл, там и прессинговал. Высокий прессинг был, в котором Оренбургу было сложно комбинировать, сложно играть в пас. Но, что касается второго тайма, второй тайм это был просто такой валидол, такой ужас был. Особенно в последние 15-20 минут. Столько моментов. Не зря все-таки Александра Белинова признали лучшим игроком матча. Да я всегда говорил, что Белинов после Акинфеева лучший российский вратарь. Последних, наверное, лет 15. Не знаю, почему его в топ-клубы не брали никогда. Но я всегда говорил, что Белинов очень хороший вратарь. И когда подписали, как-то больше с позитивом относился к нему, чем с негативом. А так, конечно, в целом, если говорить про игру, у Оренбурга там несколько моментов было верных, чтобы забить. Раза три спас Белинов. Ну, еще там два-три момента рядом со штангой били раз. Футболисты Факела из пустых ворот выбивали мяч уже там минуте, наверное, на 81-82 где-то вот так. То есть, если вы будете говорить, что Приташуев игра лучше стала, а не стало лучше, ребят, Приташуев. Совершенно не стало. Факел одним отрезком играл там до первой минут 30-35. А второй тайм полностью за Оренбургом был. Просто, конечно, где-то Факелу повезло со вторым голом. Дебильная ошибка правого защитника Оренбурга. Пас назад. Там Максимов перехватил. И вратарь уже по инерции выкатился и сбил его пенальти железобетонный. И Моцпан пробил плохо. Сысуев отбил. Но Моцпан же на добивании. К нему мяч скачал. Уже попал в пустые ворота. Вообще, конечно, Моцпан ужасно играет. Честно, смотрю вот на его игру. И вообще, замены, которые делал Ташуев, все-таки они не самые были хорошие. Взять того же Селе. Игру совершенно Селе не усилил. На мой взгляд, я бы даже сказал, что где-то даже и ослабил. Максимов, да, пенальти заработал, молодец. Но кроме этого, у него были сплошные потери. Если кто, ребят, смотрел игру, я думаю, что со мной вы согласитесь. У Факела, конечно, я бы помимо Бельного Сергея Божина выделил. Да, гол Оренбург забил после рикошета от Божина. Но Божин подчищал так, что если бы не он, то Факел бы пропустил не один мяч. Скажу так. Явно. Что касается Мастернова. Мастерной просто его в дубль надо с такой игрой. Потому что Адамов делал с ним все, что хотел. Честно говоря, и в позиции проваливался, и Адамов его обыгрывал. И в целом, конечно, если брать игру, мне не понравились ни Мастерной, ни Брызгалов все-таки. Тоже не понравилось, как играет. Тоже достаточно нервно все было. Не слишком уверенно. А вот Божин сыграл очень качественно. На мой взгляд. Также еще понравился Ильнур, как играл в первом тайме. Второй тайм, конечно, уже его видно не было. А в первом тайме он очень качественно играл. Он, помимо того, что гол со штрафного забил, еще он, когда вот к первому голу, да, комбинация, они обыгрались. Ильнур пятки отдал на Маркова. Маркова сбили. Штрафной. И с этого штрафного Ильнур забил. Ну, тут, ребят, надо еще сказать, Ильнур красавец, пробил хорошо. Но вратарь, мне кажется, и стенку, во-первых, неправильно поставил. А во-вторых, встал непонятно как. И получилось так, что он ни ближний угол, ни дальний не контролирует. То есть, нащудил вратарь, на мой взгляд, с первым голом у Оренбурга. Ну, футбол он из ошибок состоит с другой стороны. Так что, вот как-то так, ребят. Ну, теперь игра с Спартаком на труде будет. Точнее, на стадионе профсоюзов. 28 числа, в субботу, в 14.00. Будет интересно, конечно, посмотреть. Тоже пойду на стадион. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok